здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте что я делаю и о чем я буду сейчас говорить я буду сейчас говорить с вами о том как собрать вот такой вот чай на благословение такими чаями нужно только благословлять людей я собираю сейчас одну посылочку и поэтому чтобы благословить невидящего человека там у меня уже кое-что готово это будет отдельно а чаи несколько видов это отдельно как собирать чай вот я уже один собрала вот он красавец и не включила камеру ну все что я делаю я не всегда могу включать камеру я постоянно что-то интересное делаю вообще просто так не живу у меня каждая минута интересная минута ну и вот сейчас второй пакетик мне надо собрать буду собирать второй пакетик думаю включу камеру прежде чем делать чай нужно определиться с основой что такое основа основа это главный ингредиент который будет работать с тем органом внутри организма который требует особого внимания у каждого человека свое поэтому когда вы сделаете там не чай например если кто-то говорит вы знаете есть общеукрепляющие есть то все пятое десятое даже когда вам бабушка год вот возьмите отхаркивающий там вот вам грудной сбор вот вам послушайте там могут быть такие травки которые вам совсем не подойдут вот вообще не подойдут нужно знать именно у каждого организма есть свои интересные вещи скажем так чтобы не называть это болезнями да всякие интересные варианты и вот к ним нужно быть особо внимательно и так здесь у меня основа вот посмотрите например вы собрали набор трав которые у вас есть до травы собираем сами но в редком очень редком случае я могу купить какую-то коробочку травки которую просто в нашем регионе невозможно вырастить или поехать в то или иное место собрать но слава богу наша страна настолько богата настолько благоприятный край для всякого рода трав что собирать и заниматься ими одно удовольствие главное получить правильные знания и так основа у меня череда почему я выбрала череду вот она да 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 вы не ослышались череда череда это замечательный чай который можно пить вот когда он будет смешанный со всеми этими травками то получается что когда берут там столовую ложку на чайник то это будет совсем немножко понимаете то есть ничего здесь особо опасного нет и быть не может опасности все в китайских чаях когда вы покупаете чай например китайский да это я знаю точно его обрабатывают таким химическим веществом в общем у меня есть целое видео послушайте и вы все поймете что листики становятся как пуговки практически пластмасс и вот этот пластмасс с парафином насколько опасен парафин вы тоже уже знаете из моих видео насколько он травит организм и вызывает заболевание именно рак крови вот как раз это китайский чай в упаковках может быть упакован очень красочно ароматизатор такой вам туда положит что вы просто рука сама потянется поэтому конечно от этого всего мудрые люди уходят не просто уходят бегут прочь вы можете прекрасно создать свою композицию пить наслаждаться и знать что это здоровье конечно вам сейчас будут кричать вы что не вздумайте как это так вы хотите пить ромашку чернобрейцы бархатцы вы хотите использовать чайную розу вот она у меня красавица вы что листья березы да ребята займитесь вот этим вот чудом создания чая для себя и для своей семьи благословляйте ближнего дарите соседям делайте красивые вот такие вот подарки на благословение ой вы и удовольствие получите вы нервную систему свою излечите представляете одни плюсы и еще благословите на здоровье своих родных и близких вот это есть господь бог потому что вот здесь в каждом вот из этого чуда живет бог и так давайте разберемся почему я выбрала именно эту травку почему мне захотелось именно эту травку взять как основу а потому что череда она обладает мочегонным действием она выводит вместе с мочой отходы обмена веществ и самое главное хлорид натрия туда куда поедет это посылка нужно немножечко почистить вот как раз именно эту систему вот от этого именно хлорид натрия дорогие оказывает защитное влияние на почки и подавляет воспаление в мочевом пузыре что еще делает эта замечательная травка кстати она называется прищепа по украински и кто если не знает очереда по русски она стимулирует выработку и секрецию желчи защищает печень мне надо чтобы этот человек защитил себе также имеет общие всякие противовоспалительные дезинфицирующие кровоочищающие и рано заживляющие свойства еще и патагонные вы все знаете что если допустим но я думаю что многие знают если купаться в крепко заварить крепко крепко череду и делать ванну из нее именно в крепком таком составе то любые ранки которые даже текущие экзема и прочее все это очень быстро пройдет но и на фоне того что вы будете пить такой чай вот так только так еще улучшает обмен веществ и пищеварение усиливает сердечный ритм но не так чтобы очень а просто контролирует работу сердца вот скажем так но при этом понижает давление слегка оказывает именно вот такое воздействие и оказывает немного седативное действие успокоительное поэтому череда мне сейчас именно для этого человека это необходимо чтобы почечки немножко мочевая выводящую систему в порядок и почистить кровь а также успокоительное слегка вот еще у кого ревматизм подагра простуда это ваша травка при простуде именно сейчас в зимнее время просто прелесть у кого застой желчи запор у кого боли в животе диспенсия у кого одышка и астма астма обратите внимание на череду и так у кого ангина стоматологические болезни и и получат горло и полость рта и на трудно заживающие раны накладывают очень крепкий компресс и даже просто делают кашицу вот из этого берут мелко-мелко перемалывают прямо делают кашицу слегка запаривают так чтобы как будто бы кашица было чуть-чуть добавляют деготь и на рану кладут а еще перемешивают вместе с листьями очитка это вообще изумительная вещь вот ну естественно я беру листья березы вот они листочки их понемножечку вот но все равно хорошо тысячелистник прекрасная травка тоже нам сейчас понадобится дальше мята вот такая специальная которая двух сортов еще вот тут сорт мяты шалфей вот он у меня шалфей там цветочки и листочки его шалфея лепестки суданской розы вот она потому что нужно витамин c как можно больше вот немножко эвкалипта для зимы эвкалипт это вообще прелесть это зверобой лес и цветочки и листочки зверобоя что еще у меня здесь есть так и что-то еще у меня есть да тут положила положила а вот еще материнка материнка тоже очень хорошая вещь вот так когда вы разложили все ингредиенты которые вам нужны дальше вы их просто вот так смешиваете Forest и делаем вот так вот так вот так делаем так вот так вот и ещё делаем вот так вот так это же все делается очень быстро все еще раз вот так вот так вот чтобы все распределить равномерно теперь обязательно я добавляю каких-то ягод зимние чаи любят ягоды можно добавить шиповник но шиповник он все-таки может сгущать кровь а вот бузину щепотку а вернее хорошую щепотку я добавлю вот так потому что бузина чистит кровь не надо чтобы этот человек почистил кровь немножко все готово пожалуйста и теперь упаковка упаковка может быть любая я люблю вот так чтобы здесь было видно что же мы туда кладем все эти лепесточки цветочки и все что только можно и это будет изумительный чай именно тот чай который нам нужен хотите можете туда и рябину и здесь вот иногда я делаю на основе листьев малины и тогда у меня есть еще сухие маленькие еще у меня есть сухая ежевичка тоже иногда забрасываем но сейчас я буду класть вот такой вот и когда посмотрит человек он увидит все увидит своими глазами всю эту красоту это действительно удивительный чей сделаны своими руками для своих родных и близких и не только близко и для благословения тоже но я вас всех люблю будьте благословенны вы и ваши близкие вот так вот такой мастер-класс как сделать чай своими руками быстро и и приятно